Самые сложные решения те, которые создают очень серьезные проблемы для страны или могут создать проблемы для людей. Я думаю, что лучше ничего не трогать. Новые правила приобретения товаров в интернет-магазинах вступили в силу. Так, при покупке из-за рубежа придется оплатить пошлину за посылку стоимостью более 200 евро. Но эти изменения не единственные. Получите, распишитесь и не забудьте оплатить пошлину, если товар стоит больше 200 евро. Речь о покупках, которые россияне совершают в два клика, то есть в иностранных интернет-магазинах. Мы свои информационные системы в этом плане уже оттестировали и они будут готовы обеспечить таможенное оформление возросшего числа посылок, с которых придется брать таможенные платежи. За прошедший год россияне потратили на покупки в интернете более двух триллионов рублей. Показатель увеличился на четверть. Как считает эксперт, избавлять обороты рынок не собирается. Беспошлиная интернет-торговля в последнее время набирает обороты и каждый год значительно увеличивается объемы такой торговли. У нас объем беспошлиной торговли в прошлом году составлял 1000 евро, в этом году 500 евро, в следующем году меняется порядок установления правил беспошлиной торговли. Устанавливается порог 200 евро. Это хорошо, когда вот такое развитие событий. Новость для шопоголиков. На товары из зарубежных интернет-магазинов дороже полторы тысячи рублей могут ввести дополнительный сбор. Минфин предложил снизить порог беспошлиного ввоза покупок до 20 евро. Уменьшение будет проходить постепенно. Уже с июля будущего года для зарубежных онлайн-покупок лимит составит 100 евро в месяц. Минфин предложил продолжить снижение порога, довести его до 20 евро в 2022 году. Если стоимость посылки больше, то придется заплатить пошлину. Это 30 процентов от суммы превышения. Это предложение уже одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев. Никому такое решение и принимать-то не хотелось. Это понятно абсолютно. Но его нужно было принять для того, чтобы наша экономика все-таки могла развиваться, а стало быть, люди наши жили в нормальных условиях, чтобы финансовая система работала, чтобы она не задыхалась. Но вот это было одно из самых сложных решений. У нас появятся новые рабочие места, правительство их создаст этим законом, но появятся они в сфере контрабанды. То есть как бы это черный бизнес. То есть мы организуем черный бизнес. Надо понимать, что урона мировым корпорациям мы не нанесем, а урон казни и карману потребителя мы нанесем абсолютно точно. И все остальные рассуждения вот на эту тему, они довольно наивные, они не экономические. Мы начнем обсуждать эту тему с экспертами со звонка Натальи Корниенко, заведующей лабораторией развития налоговой системы Института экономической политики имени Егора Гайдара. Наталья Юрьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот какой все-таки главный стимул снижать вот этот самый порог беспочленного ввоза? Это налоговые поступления, они будут, естественно, или это протекционизм, то есть защитить наши отечественные площадки? Как вы считаете, что здесь все-таки самое главное? Вы знаете, в данном случае я лично вижу здесь исключительно заградительные меры, потому что говорить о том, что необходимо снижать порог и что это мировой тренд и что это правильно, я так не могу. Все страны мира повышают эти пороги, да? Понижают? Нет, они повышают. То есть разрешают больше ввозить? Совершенно верно. И некоторые страны, которые не так давно снижали пороги, в том числе наши ближайшие соседи, например, Беларусь, вынуждены были с этого года повысить их обратно на, скажем так, какие-то средние величины именно из-за того, что они наблюдали массовые уклонения от уплаты, причем законными способами фактически, да? То есть поскольку, например, у нас в Беларуси отсутствует таможенная граница, то товары доставлялись в Россию, оттуда возились в Беларусь. Или доставлялись на Украину, оттуда возились в Беларусь. Но дело-то вот в чем. Дело в том, что на сегодняшний день не только наши окружающие страны ЕАЭС смотрят иначе на эту проблему. В мире страны, которых давно развивается интернет-торговля, в том числе трансграничная, почему-то повышают пороги. Например, не так давно страны нафта повысили, заключили соглашение об увеличении этих значений в конце 2018 года. Соединенные Штаты в 2015 году вернулись к 800 долларов. США установили вот такой вот достаточно высокий порог, да? Мы можем, конечно, сказать, что другие страны для нас не ориентир, у нас есть своя позиция, нам нужно спасать национальный ритейл. Но давайте посмотрим, что в каких товарах вообще идет речь. Разве национальный ритейл в данном случае торгует российскими товарами? Эти товары произведены в России? Нет, это тот же импорт. Поэтому такое предложение выглядит странным еще по одному основанию. Дело в том, что вот вторая половина этого года знаменательна тем, что многие специалисты в области электронной торговли, в том числе трансграничной, диагностируют падение роста рынка. И в этой связи не очень понятно, за счет чего будут увеличены сборы, о которых мы вот услышали в этой новости. Если рынок сокращается, если он не растет, и если ему еще раз повысить нагрузку, то люди просто перестанут покупать. А здесь интересный вопрос. Что люди покупают в массе, в иностранных интернет-магазинах? Ведь дорогие покупки редки. Покупают в основном низко стоимостные товары. Наше законодательство не знает такого термина. Но по общему правилу... ...покупают то, что там получается дешевле, чем здесь пойти в магазин, например. Или отсутствуют. Или то, чего нет. В принципе, средний чек, он, ну, до тысячи рублей. До тысячи рублей. Даже вот никто не может, даже оппоненты иностранных интернет-торговцев не могут утверждать, что средний чек выше, чем тысяча рублей. Это факт. И если этот рынок начинает уже сейчас сокращаться в силу каких-то иных причин, да, нежели чем налоговые, то возникает вопрос, за счет чего Минфин получит эти сборы. А есть еще момент, это уже фактически третий, да, который мы с вами нащупываем. У нас государство через свой государственный фактический банк ВТБ инвестировало порядка 38 центров, в которых должны проводиться почты России обработки вот этих вот посылок, которые приходят по каналу трансграничной торговли, импорт. У меня вопрос. Если мы сейчас обложим, если поток снизится, если рынок сожмется, то каким образом эти инвестиции вернутся? Каким образом мы получим эти доходы в Минфин? Сколько нам придется на это потратить? Однозначно мы видим, что ситуация не такая радужная, как кажется. Но все-таки вот один из аргументов, и вы начали именно с него, это защита отечественных электронных площадок. Ну и как вроде по статистике их доля и так является на рынке ведущей. 70 процентов все-таки российского рынка это свои родные интернет-площадки. Почему их нужно защищать, если их доля на рынке и так 70 процентов? Насколько это критично для развития интернет-торговли в России? То, что НДС делает товары в интернет-магазинах российских дорожек? Вы знаете, вы упомянули интернет-торговля. Интернет-торговля на самом деле состоит не только из импорта, но она состоит из экспорта, а еще и из транзита. Два последних направления у нас вообще никак не развиваются. Если экспортом правительство худо-бедно начало заниматься, по крайней мере, начало убирать регулятивные барьеры, то транзитом у нас вообще никто не занимается. А как мы с вами понимаем, наша территория уникальна именно тем, что мы можем обеспечивать транзит в оба направления запад-восток, восток-запад. Этого нет. Но этим сейчас будут заниматься наши соседи Беларусь и Казахстан. И говоря о национальном ритейле, я еще раз хочу вернуться. Кто считал наш рынок? Понимаете, до настоящего момента Росстат уклоняется от того, чтобы вести какую-то адекватную методологию, чтобы каким-то образом наблюдать за продажами через интернет. Единственным показателем из официальной государственной статистики является показатель доли продажи через интернет в общем объеме оборота розничной торговли. Все. Это означает, что у нас до сих пор нету нормальной официальной статистики вообще, что из себя представляет интернет-торговля, будь то трансграничная, будь то национальная. На самом деле этих цифр нету. Они все представлены разными источниками. Разные источники – это коммерческие компании. Кто-то заинтересован в одной методологии, кто-то заинтересован в другой методологии. Но все это ерунда по сравнению с интересами потребителя. Если сейчас будет такая повышенная нагрузка, то потребитель уйдет с этого рынка. Потому что единственное, почему потребителя этот рынок привлекает, потому что на этом рынке есть какие-то товары, которые людям недоступны в их городах, и то, что на этом рынке эти товары дешевле, и они могут их себе позволить. Самое главное, нам нужно, понимаете, нам что нужно сделать? Нам нужно войти в другую лигу экономик. И мы сделаем, я думаю, это. Но нам нужно в другую лигу войти по качеству экономики.